Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Мы находимся у знаменитого главклуба, где постоянно проходят концерты различных музыкальных коллективов. Но он еще известен своей неважной акустикой с глухим звуком, а также знаменит дотошными проверками на входе в вип-зону и отвратительным обслуживанием вип-гостей. Видать, руководство вышло из пролетарской среды, и поэтому буржуев, судя по качеству их обслуживания, здесь недолюбливают. Помните, как Джон Леннон говорил на каком-то большом концерте? Эй, вы в зале, громче хлопайте в ладоши, а вы там в ложах, громче бряцайте бриллиантами. Здесь, наверное, такой же взгляд на вип-публику у руководства и, соответственно, у официантов. Ведь рыба, как знаете, да? В прошлый раз на концерте Wild Ways к нам так и не подошли. Пришлось самим идти к бару, чтобы купить там воды. В общем, ленинский подход. Ну, или Леноновский подход. Кому как больше нравится. Но это так, лирическое отступление. А главное то, что мы пришли сегодня на концерт одного очень интересного музыкального коллектива. Это московская группа Thermaids, созданная и возглавляемая Антоном Беляевым. Она очень известна в музыкальных кругах, но я лично узнал о ней только недавно. Но это только потому, что я до прошлого года занимался совершенно другими делами, не связанными с музыкой. А сейчас постепенно погружаюсь в эту среду все глубже и глубже. И вот в поле моего зрения, ну или слуха, недавно попало несколько клипов группы Thermaids. Скажу честно, я был приятно удивлен и впечатлен. Это очень интересная и достойная, на мой взгляд, музыка. Может быть, потому что в своих музыкальных пристрастиях я отдаю предпочтение развитым, сложным направлениям хард-рока. Таким как джаз-рок, арт-рок, прогрессив-рок, инди-рок. Так вот, группа Thermaids это как раз сочетание именно этих музыкальных стилей. Подчеркну, не эклектичное нагромождение в кучу разностильных элементов, а творческая, вдумчивая, органичная переплавка всего этого в собственный индивидуальный стиль. В котором можно услышать отзвуки и стинга, и дженезис, и биджиз, и эллы фиджера. Но повторюсь, это не подражательство, а именно вбирание всего лучшего из творчества других музыкантов. Это высокопрофессиональная, изящная, мягкая, интеллигентная музыка. Без всякой подвальной экзальтации, с перегруженными гитарами и душераздирающими воплями. Но в то же время это очень драйвовая, свинговая, качающая, танцевальная музыка. Эта музыка, с одной стороны, насыщенная современной электроникой, а с другой стороны, использующая классические симфонические инструменты. В общем, то, что я видел и слышал в интернете, мне очень понравилось. Это такое музыкальное явление, которым нам, россиянам, можно гордиться. Но все-таки я не хочу бежать впереди паровоза. И свое окончательное мнение об этом музыкальном коллективе я выскажу только после окончания концерта. И даже, может быть, не сразу, а слегка осмыслив увиденное и услышанное. А то у меня уже бывали случаи, когда звучание в официальных клипах у людей на высоком уровне, а на сцене они не в состоянии воссоздать заявленное студийное качество. Берут и схематично демонстрируют то, что создали в студии и выложили в публичное пространство. Получается этакий обман публики под названием «Живой звук». Этим страдают многие наши коллективы, осуждающие фанерную попцу за обман публики. Но играя концерты вроде бы вживую, но при этом лишь схематично обозначая свои известные хиты с сокращенным составом инструментов и голосов, да еще с некачественным звуком, то это такой же обман публики, только с другой стороны. В этом случае музыкальный товар точно так же не соответствует заявленному на официальных альбомах и клипах качеству, как и в случае с фанерной попсой. Я уже говорил об этом в своих блогах в защиту неживого звука. Поэтому давайте пойдем посмотрим и послушаем вместе, как играет группа «Термейтс» на сцене. А уже потом будем делать выводы. А заодно и глянем, обслуживание VIP-гостей улучшилось у них или все так же продолжают плевать на людей, которые им приносят доход. Пойдемте смотреть. Ну вот, уважаемый любитель рок-музыки, мы на своих местах. Пятое и шестое место в самом первом ряду. Снизу все видно. Пока народу немного. Танцпол заполнен, но даже не на треть. Четвертая часть. Посмотрим, сможет ли группа собрать полный зал со своей музыкой. Музыка у них интеллигентная, поэтому не массовая. Посмотрим. Очень интересно мне, насколько такая музыка популярна у публики. Ну, будем надеяться. Посмотрим. И, так как я сразу сказал, что в тот раз на группе Wild Ways нам просто хамили, они не подошли даже к нам, то сейчас официант сразу пришел, принес меню. Это уже обнадеживает, что уже тут, наверное, что-то изменилось. Ну, и будем надеяться, что и концерт будет отличный. Ну, а так. Сейчас будем выбирать. Сейчас посмотрим, что у них тут в меню. Ну, шампанское, водка, все на месте. Вино все есть. Еды, глянь, сколько. И картинки прямо, гляньте. Выбор богатый. Чего вам выбирать? Ну, мне кроме кофе ничего не надо, вы знаете, я... Я же неприхотливый. Я неприхотливый, я кофе пью только. Пожалуйста. И мексиканский сетик, и веганский, и русский, и к пиву. Сейчас мой режиссер что-то себе закажет. Я по кофейку пройдусь. Ух ты. Квину даже есть сет. Сет Япония. О! Ну, тут растут люди. Тут что-то изменилось точно. Раньше победнее был репертуарчик. Сет Капитан Кола. Джим Бин, Джон Джинджер. Багато. Ну, в общем, что-то изменилось реально. Побогаче стало, побогаче. Будем пробовать. Ну, хотим заказать сет к вину, потому что мой режиссер хочет взять бокальчик шампанского хорошего. А то, может, два даже. Ну, и сет к вину. Сыр. Сыр. Ну, а я себе кофе капучино. Посмотрим. Видите, кнопочка есть. Вызывать официанта. Уже минуту назад нажал. Пока не идет. Ну, что, публика пребывает. Уже, наверное, половина зала. Ну, пять минут девятого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok